Спасибо, что пришли. Должно быть очень интересно. Я просто вот сейчас расскажу драматургию. Минус только один, что у нас мало времени. Нам дали мы где-нибудь час десять. И мы постараемся за это время перенести вас в волшебную страну. Вот так выглядит её эмблема. Значит, рыцари круглого стола, которые сидят слева от меня. Но, конечно, если вам кажется, что это люди, то нифига это не люди. Это эльфы. Давайте им похлопаем. Рядом со мной человек, который всю жизнь работал советским инженером. И, собственно говоря, его сам рассказывал, воспринимал как прототип советского инженера на каких-то секретных авиазаводах. Если я ошибаюсь, то не сильно. Но очень коротко. Сергей Лето, давайте похлопаем. И наш левый фланг оппортилистический, наверное, один из самых глубоких, самых одухотворённых критиков, музыкальных критиков страны, пишущих о джазе. Это Дмитрий Ухов. АПЛОДИСМЕНТЫ А это бывает, что у этого концерта очень нравится. Ну, поверьте, что вы видели очень редкие кадры. И в рамках той деятельности, которая будет, видимо, сопровождаться выпуск книги о Курёхине, мы будем очень стараться. И я верю, что обязательно что-нибудь получится в контексте того, чтобы на федеральных телеканалах и на топовых радиостанциях прошла серия передач, неизвестный Курёхин. То есть, потому что человек, умерший 9 июля 1996 года, 15 лет назад, конечно, забыт непозволительно, очень сильно. И, конечно, это очень несправедливо. И вот этот вот круглый стол, он такая, может быть, чем-то наивная попытка воскресить в памяти личность и творчество Курёхина. И, в принципе, у нас нет такого жёсткого плана, как мы будем с вами общаться и что рассказывать. Поэтому, Сергей, в режиме фриджаз, вот ты увидел этот программент в 82-го года? Он был в симфоническом оркестре имени Чайковского в Нью-Йорке и выступал в Нью-Джерси, исполнял Т.Д.О. Марва Пярта в рамках фестиваля в памяти Курёхина. Райскин, было очень понятно, что главная деятельность Курёхина – это междисциплинарное. Поэтому вот это слово «interdisciplinary», «междисциплинарный», он вёл как важное очень понятие, важный термин фестиваля в памяти Курёхина. К сожалению, когда всё это переехало к нам впоследствии, то вот эта междисциплинарность была утеряна. А вот очень интересно, что Райскин, как участник поп-механики, смог устроить действительно очень большой фестиваль памяти Курёхина, в котором участвовало около 200 разных музыкантов, которые занимались не только роком и джазом, но и академической музыкой. То есть на площадках в Америке, которые были посвящены прежде всего, казалось бы, новому джазу, выступали академические музыканты, исполняются Шопен, Чайковский. И всё это исполняется даже не только в джазовых площадках, но, например, в русской турецкой. Всё правильно. Меня вот что поразило. Как ни странно, вот эта индустриальная группа. Тогда близко ничего не было. Курёхин был очень дисциплинирован, и каждые 3-4 часа, неважно, на пятак он ходил, он поливал эти кавкусы. Вот. И мама только ахала, и охала, мама зина. Ну, гибриды какие-то вообще просто. И я вас так провоцирую. Вообще, всё, что исходит из России и не соответствует западному шаблону, оно просто игнорируется. И Курёхин никакому шаблону не соответствовал, он ничему западному не подражал, поэтому он оставался непонятным. А вот какая-нибудь группа типа Парк Горького, которая играла имитационный Америку Хэви Метал, Конечно. Это было понятно, это было, мы его вычислили. А вот мучение на Западе было не только из-за животных, да, а ещё и, например, из-за того, что Курёхин смешивает фольклор, вот в Австрии первое. Мне не разрешили, когда я приехал впервые в Австрию, мне не разрешили указывать, ну, в качестве сопроводительной, что я играю с Курёхином. Мне сказали, это может вам повредить. Он сразу уйдёт из группы, там ему говорили, ну, или уходи, или куриц не приносили. Потом после концерта там знаменитый... А вообще иногда, как бы, Сергей для меня что-то и писал, потому что я был у него таким основным солистом. И писал достаточно просто. Вот я говорил уже вначале о холестеристике. Главная задача Курёхина была создать... Я помню себе впечатление, когда я брал у Курёхина интервью, вы знаете, это было что-то с чем-то, потому что, ну, я думаю, что это было где-то какое-нибудь мое, там, 723-е интервью. Вот, я думаю, ну, там, 96-й год, ещё один рокер, ну, что он может рассказать интересного. И я не успевал задавать вопросы, потому что я первый раз видел человека, который говорил очень быстро, ну, у меня есть какие-то там свои анистические предчувствия, что он говорил, почему говорил, говорил серьёзно. В принципе, тема интервью была полуторачасовая интервью и его музыкальная карьера. Было ощущение обжигающей свободы, обжигающей до боли. Я подумал, боже мой, это разве Россия? Знаете, ещё один штамп, Европа отдыхает. И я подумал, неужели, если бы в России вот это было всегда, это было бы на порядок, на два порядка выше, чем на любом Западе. Это первая мысль. И вторая мысль. Он жесточайше атаковал Ельцина, жесточайше. И потом буквально кровожадно кричал, кого мне ещё из руководителя атаковать? То есть, кого мне ещё разорвать из руководителя? Я буду по телефону. Я вас благодарю. Спасибо большое. И 16 июня, день рождения, Сергея Курюхина, 9 июля, 15-летие с его смерти, с одни его смерти. Будет возможность, приобретайте пластинки, заходите в интернет и помните о нём. Спасибо. Спасибо. Спасибо.